Сегодня армия Южной Кореи считается одной из самых современных и профессиональных в мире. Она активно сотрудничает с вооруженными силами Соединенных Штатов Америки в рамках соглашения о командной структуре и поддерживает высокий уровень боеспособности. В Южной Корее военная служба обязательно для всех мужчин, и она длится около 18-21 месяцев в зависимости от рода войск. Инновации в вооружении Южная Корея активно разрабатывает новые технологии и вооружения, включая боевые роботы и беспилотные системы. Совместные учения Регулярно проводятся совместные учения с вооруженными силами Соединенных Штатов Америки для поддержания высокой боеготовности. Кибербезопасность Южная Корея активно борется с угрозами в сфере кибербезопасности и имеет высокие стандарты в этой области. Специальные силы Корейский спецназ является одним из самых лучших в мире и славится своей профессиональной подготовкой и секретными операциями. Южная Корея имеет специализированные военные подразделения, такие как Южнокорейские Командос или Рок Маринс. Военная медицина Вооруженные силы Южной Кореи имеют высококлассную систему военной медицины и госпиталей для военнослужащих. Миротворческие миссии Южнокорейские войска участвуют в миротворческих миссиях ООН. Сотрудничество с другими странами Южная Корея активно сотрудничает с другими странами, предоставляя помощь и обучение в области обороны. Модернизация и развитие Корейская армия постоянно модернизируется и развивается, чтобы оставаться сильной и готовой к любым вызовам. Вооружение и техника Южная Корея способна разрабатывать и производить собственное вооружение, включая танки, бронетранспортеры и военные корабли. Например, Южнокорейская гаубица К-9 «Тандр» является одной из самых лучших современных самоходных артиллерийских систем. Эта артиллерийская пушка успешно экспортируется в несколько стран, включая Турцию, Польшу, Финляндию и другие. Южная Корея также является крупным производителем авиационной и космической техники. Корейская армия имеет древние корни, которые уходят в глубокую историю. Ее историческое происхождение можно проследить на протяжении тысячелетий. Время и эволюция сформировали силу и структуру этой армии. Говоря о Корейской армии, нельзя не сказать о корейском адмирале, который не проиграл ни одного морского сражения. Этим адмиралом был Ли Сун Шин, чья беспроигрышная репутация в морских сражениях прославила его как одного из величайших военных стратегов Кореи и мира. Из-за своего географического положения Южная Корея не раз сталкивалась с угрозами со стороны Японии. Во времена, когда Япония начала яростные вторжения в Корею в конце 16 века, Ли Сун Шин взял на себя важную роль в обороне своей родной страны. Его тактический гений и умение быстро реагировать на изменяющиеся обстоятельства сделали его ключевой фигурой в сопротивлении Корейской армии. Одним из ключевых элементов, который помогал Ли Сун Шину добиваться побед, был инновационный корабль, называемый Кембуксон. Эти железные бронированные корабли имели не только защиту от атак противника, но и пушечные орудия, которые могли наносить сокрушительные удары. Корабли Кембуксон на тот момент были главным преимуществом в морских сражениях и стали символом мастерства адмирала Ли Сун Шина. В начале 20 века Корея столкнулась с японской оккупацией, которая продолжалась с 1910 по 1945 год. Во время этого периода корейская армия была полностью разорена, а корейский народ подвергся репрессиям и культурному угнетению. Окупация закончилась после окончания Второй мировой войны. Корейская гражданская война стала важной частью современной истории корейской армии. Война началась 25 июня 1950 года, когда Северная Корея вторглась в Южную Корею. Конфликт привлек общемировое внимание, и в него были вовлечены силы ООН, включая США, СССР и Китай. Война закончилась перемирием в 1953 году, когда Южная и Северная Корея официально оставались в состоянии войны, так как мирный договор не был заключен и по сей день. Корейская война разделила полуостров и сформировала две разные системы правления и армии. Сейчас армии Южной Кореи и Северной Кореи сильно различаются по ряду параметров, включая размер, техническое оснащение и стратегические цели. Южная Корея имеет значительно меньшее количество военнослужащих по сравнению с Северной Кореей. Она поддерживает примерно 600 тысяч активных военнослужащих и около 3 миллионов резервистов. Северная Корея, с другой стороны, обладает одной из крупнейших армий в мире с более чем одним миллионом активных военнослужащих и значительными резервными силами. Армия Южной Кореи имеет современное и высокотехнологичное вооружение, включая танки, истребители и беспилотные летательные аппараты, которые поставляются ей главным образом союзниками, такими как США. Вооружение Северной Кореи в основном устарело, но она владеет баллистическими ракетами и ядерными возможностями, что делает ее потенциально опасной угрозой. Также у Южной и Северной Кореи разный геополитический контекст. Южная Корея ориентирована на демократию и рыночную экономику и поддерживает тесные отношения с Западом, включая США и Европейский Союз. Северная Корея является изолированным и авторитарным режимом, который поддерживает стратегию внешней политики, основанную на ядерном устрашении. Южная Корея стремится к миру, стабильности и экономическому процветанию на корейском полуострове и в регионе в целом. Северная Корея преследует стратегию самообороны и стремится к признанию своего статуса ядерной державы. Южная Корея имеет поддержку союзников, включая США, которые обеспечивают оборонное оборудование и гарантируют ей безопасность в случае вооруженного конфликта. Северная Корея остается в изоляции и подвергается санкциям со стороны многих стран, хотя она имеет определенную поддержку от Китая и России. Корейская война завершилась без формального мирного соглашения. Перемирие установило Корейскую демилитаризованную зону, которая служит важным зонтом стабильности на полуострове. На демилитаризованной зоне находятся вооруженные силы обеих стран, и она фактически делит полуостров на две половины. Многие попытки были предприняты для достижения окончательного мирного урегулирования Корейской войны, но они часто заканчивались безуспешно. Стороны проводили переговоры и встречи на высшем уровне, но до сих пор не было подписано окончательного мирного соглашения. Демилитаризованная зона шириной в 4 километра растянулась через полуостров на 241 километр. Ее ось – военная демокрационная линия, официально зафиксированная соглашением о перемирии 27 июля 1953 года в селении Паммунджем, где до сих пор проходят переговоры между представителями Республики Корея и Северной Кореей. Здесь же находится одна из главных туристических достопримечательностей зоны – Дом Свободы, откуда можно в бинокль посмотреть на Северную Корею. Пограничные инциденты между Северной и Южной Кореей стали характерной чертой их натянутых отношений на протяжении многих десятилетий после Корейской войны. Эти инциденты часто являются результатом высокой напряженности и враждебности между двумя странами, которые так и не подписали окончательного мирного соглашения. Периодически Север и Юг обмениваются артиллерийскими обстрелами, в разные периоды были обнаружены подземные туннели, проложенные северокорейскими военными в направлении Южной Кореи. Иногда инциденты происходят в морских водах, иногда северокорейцы предпринимают попытки перебраться через границу. Эти пограничные инциденты подчеркивают нестабильность ситуации на Корейском полуострове и необходимость урегулирования конфликта. Многие из этих инцидентов стали предметом международного внимания и обсуждения в контексте попыток достижения мира и стабильности на полуострове.